Всем привет дорогие друзья! Пока у нас перерыв на очередные матчи сборных, до игры с Ахматом еще очень далеко и мы успеем поговорить, обсудить состав еще 100 раз, хочется поговорить с вами на какие-то отвлеченные темы. Когда я делал ролик про Атлетика, я посмотрел нарезку матча 2007 года и меня что-то такая ностальгия охватила, что мне захотелось с вами поговорить о своих любимых футболистах Локомотива, которых я когда-либо видел вживую или по телевизору, если брать начало века. Важно, чтобы вы понимали, это не топ лучших футболистов Локомотива, я не очень представляю как можно сравнивать Сергея Овчинникова, Дмитрия Ласькова и допустим Бронислава Ивановича, абсолютно разные позиции, абсолютно разные времена и невозможно их сравнить, но любимейших футболистов я сравнить могу. Наверняка каждый из вас может составить свой собственный топ любимых футболистов. Пускай их будет не 10, как у меня, а 5 или хотя бы 3, но это будет ваш топ и я с удовольствием бы прочел его в комментариях к этому видео. А также поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если будет много лайков, я пойму, что видео подобного формата вам нравится и сделаю еще несколько топов. Идеи у меня уже есть. Перед тем, как начать топ 10, я бы хотел сказать пару слов о тех людях, которые могли оказаться в этом топе, но по каким-то причинам там не оказались. Я надеюсь тем самым срезать примерно 95% вопросов, а где тот или где этот. Например, Дмитрий Сычев. Это, наверное, один из лучших нападающих в истории Локомотива, но в моем топе его нет. Ты что, с ума сошел? Виною тому неоднозначное мое отношение к данному футболисту. Он действительно классный нападающий, он сбивал множество голов, он до сих пор один из лучших бомбардиров в истории клуба. Но истории о том, как однажды он самолично пытался перейти из Локомотива в Спартак, истории про Казанку, где он должен был быть лидером, а в итоге растворялся на поле, и множество других историй про Дмитрия Сычева сделали мое отношение к нему довольно неоднозначным. Он где-то близко, я действительно люблю этого футболиста и он приносил нам чемпионство и радовал своими голами, но в десятку лучших так и не попал. С ползотни метров попадаю в ворота, а вам по жизни одна забота, попасть бы в ноты всего одна. Бронислав Иванович, безусловно, один из моих любимейших футболистов эпохи 2006-2007 годов, но все перечеркнул переход в Зенит. Не могу теперь воспринимать Бронислава Ивановича иначе как в футболке питерского клуба. Был любимым, и если бы этот топ появлялся где-нибудь в году в 2010-м, Бронислав Иванович наверняка был бы где-нибудь на первых местах играл, он просто круто. Сейчас же я все равно его уважаю, но ни в какие топы, безусловно, не включу. Наверняка те, кто следит за моим творчеством, помнят про мою любовь к Элдину Якуповичу. Это вратарь, которому я посвящал даже фан-клуб в свое время на страницах Локомотив.Инфо. Мне действительно нравился этот парень, я видел в нем огромнейший талант, и меня подкупала его эмоциональность, то, как он пытался заводить команду. Пускай после Локомотива ему пришлось немного поскитаться, но он обрел себя в Англии, обрел признание и сыграл несколько достойных матчей за Халл, за Лестер. И теперь все увидели то, что вратарь он все-таки неординарный. Привет, я Эллина Купович, заходите на Локомотив.Инфо. Есть еще один футболист, которого я тоже очень люблю, это Ян Тигрев, белорус, человек, который попал в Локомотив в очень смутные времена. И мне кажется, он очень недооценен, мне очень нравилось, как он играл в опорной зоне. Я думаю, что во многом благодаря его игре получилось то самое чудо 13-14 года, когда мы заявовали бронзовые медали. Хотя вовсе не благодаря Лассу Диара нет слов. Но опять же, очень мало сыграл, виною тому травмы. Мне очень нравился этот футболист, но в топ он не попадет. Я даже не знаю, как реагировать, это как оскорбление или как комплимент? Еще один игрок, который также очень ярко сверкнул в свое время в Локомотиве, но сыграл очень недолго и тем не менее влюблял в себя, наверное, всех, кто знакомился с футболом в то же самое время, что и я. Я говорю про Джеймса Абиору. Если вы посмотрите нарезки, вы удивитесь, как такой футболист мог вообще попасть в Локомотив. Он с легкостью обводил защитников Реала, Барселоны, Интера, Монако, всех подряд. И тем не менее, Джеймс Абиору это, наверное, просто эталон лентяя. Человек, которому было дано очень многое и который реализовал, наверное, процентов 20 своего потенциала. То он сверкал против Барселоны, то он забивал важнейшие мячи Спартаку, а потом куда-то пропадал, то ли травмы, то ли загулы. Но из-за этой нестабильности, из-за этого лентяйства и раздолбайства Джеймс Абиору в топ-10 не попал. Безусловно, я очень люблю всех воспитанников Академии и молодежной команды, которые смогли сделать этот главный шаг в их жизни из молодежного футбола в профессиональную команду. В истории локомотива таких было много. Это и Саша Менченков, и Тарас Бурлак, и Сергей Ефимов, и Миша Лысов. Да, ну, действительно много. И сейчас их еще больше и больше становится с каждым годом. В топ попали только самые-самые любимые, самые-самые избранные. 10 место. Диньяр Беллидинов. Я знаю, что у многих очень неоднозначное отношение к Диньяру. После перехода его из Эвертона в Спартак, затем еще и Торпеда засветилась. Но я с собой ничего поделать не могу. Я очень люблю этого парня. Ха! Гаи! Во-первых, его яркие годы пришлись именно на тот период, когда я стал очень сильно интересоваться локомотивом. Когда в 2005 году я стал активным пользователем форума локомотивского. Потом локомотив инфо был. В этот момент Беллидинов стал вообще лидером команды. То есть расцвет Беллидинова пришелся на тот период, когда я стал активно интересоваться локомотивом. И именно поэтому, наверное, впечатления от его игры самые яркие. Он ворвался в локомотив по-хозяйски. Сразу в основу, на левый фланг, немножко в опорной зоне поиграть. Забивал красивые и важные мячи. И уже на тот момент было понятно, что с Беллидиновым, с Сычевым, с Измайловым связана будущая локомотива. Затем он стал капитаном. Затем он уехал в Эвертон. И до сих пор, если меня спрашивают, за кого я болею в Англии, я отвечаю, что за Эвертон пометуют те времена, когда я садился и смотрел матчи Эвертона. Надеюсь, что вот сегодня Моэс поставит Беллидинова в состав. У Беллидинова были серьезные соперники. Это Стивен Пиннер, Леон Осман, которому он конкуренцию за место в составе проиграл. Но все равно он умудрялся забивать очень красивые голы. И до сих пор я встречаю в Твиттере благодарности болельщиков Эвертона за красивейшие голы, которые забивал Беллидинов, пускай и играл очень мало. То, что было потом, я предпочитаю не вспоминать. Я уверен, что Беллидинов сделал громаднейшую ошибку, перейдя в Спартак, который не подходил ему ни по стилю, ни по характеру, вообще никоим образом. Да ладно! Я вспоминаю те счастливые моменты 2004-2008 года, когда Беллидинов приносил мне огромную кучу радости. Ну, конечно, все любят женское внимание, в том числе и я не был исключением. Девятое место. Гильерми. Бей по воротам. Мяч очень скоско. Бей, 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 не бойся. Давай. Я старался не брать футболистов, которые до сих пор играют в локомотиве. Уже много раз обжигался. Вроде игрок нравится, а потом он, как Бронислав Иванович, оказывается где-то в зените. Но Гильерми это абсолютно особенная история. Бразилец, который приехал в молодом возрасте в далеком 2007 году. Вспомнить это просто столько эпох прошло за это время, что удивляешься, что кто-то, кто был в команде в 2007 году с Бышевцем, с Ласьковым, Маминовым на поле, и играет до сих пор, и играет на столь высоком уровне, что сейчас Гильерми это основной вратарь сборной России. И его же была вот эта подача, которую едва не поставили в тюпик, лукашетом Маринато. Ф-5, Гильерми. В отряд начинают атаку. Теперь Головин на правом фланге. Александр с хорошей скоростью. Три раза покосился. Передача Черешева. 2-0. Было многое, да, в истории взаимоотношений Гильерми и локомотива. И несколько раз Гильерми был на грани ухода. Но лично я счастлив, что Гильерми все-таки остался с нами. Он очень обаятельный. Он классный вратарь. Гильерми абсолютно заслужил мою любовь. И будучи в свое время иностранцем, а теперь уже полноправным россиянином, я думаю, что он побьет еще не один рекорд локомотива. По крайней мере в топ-10 игроков за всю историю клуба с 1936 года по 2019 год. Гильерми уже входит. А это очень круто, согласитесь. Особенно круто, что вся история Гильерми прошла на наших с вами глазах. От того самого 20-летнего юноши, очень смешного, кто видел эти фотографии, или может быть помните Гильерми, который играл за молодежный состав локомотива. И нынешний Гильерми это просто как два разных человека. Вся его история футбольная прошла на наших с вами глазах. И теперь он один из лучших российских вратарей. Что бы на эту тему не думал Михаил Барзыкин. Субтитры создавал DimaTorzok Это один из самых удивительных футболистов, которых я когда-либо видел. Он был удивительным даже тогда, когда он был еще игроком молодежной команды. Я помню, как в одном из предматчевых журналов нашлока я читал о хобби молодых футболистов локомотива. И там было сказано, что всем развлечениям Максим Беляев предпочитает походы в театр. А свободное время предпочитает проводить с книгой. Потом я увидел, как играет Максим Беляев. Он вышел в каком-то из матчей против ЦСКА. Это было молодежное первенство. И тогда за ЦСКА вышел какой-то из их бразильцев. То ли Рикардо Жезус, то ли Рамон, то ли еще кто-то. Но в общем какой-то из их бразильцев, который так в итоге не заиграл. Этот бразилец очень активно показывал свою технику. Пытался прорваться к воротам локомотива. Но все его попытки останавливал Максим Беляев. Причем так легко и непринужденно, что я сразу подумал, что вот этот парень обязательно должен заиграть в локомотиве. Его выпустил Палыч на несколько минут. По-моему, Сенникова подменить. Потом был самый его главный период в локомотиве при Жозе Коусейру. И та самая боевая стойка против Льорента, которая тоже всем запомнилась. Мне кажется, что Максу очень не повезло. Если помните, что его период игры в локомотиве пришелся на переходный чемпионат 2011-2012 года. Когда локомотив попал в восьмерку у лучших команд. И играл, соответственно, со всеми топами. Да, конечно, молодому Беляеву было в 20 лет не очень просто противостоять всем этим ЭТО, Куранье. Тогда у нас чемпионат был очень сильный. Чем-то его не взлюбила Ольга Юрьевна Смородская. Да так, что когда у Божевича вообще закончили центральные защитники, он все равно даже не рассматривал Макса. Хотя тот по-прежнему показывал очень высокий уровень игры. По указанию Ольги Смородской Максим Беляев каждый божий день получал банку черной икры. И стакан свежевыжатого гранатового сока. Бред всего и кобылы. Я безумно рад, что у Макса все-таки получилась карьера. Что сейчас он основной игрок тульского арсенала. Что его вызывают в сборную. И он по-прежнему остается уникальным футболистом. Его цель в жизни это создать приют для бездомных собак. Его празднование гола это вальс на поле для любимой жены. И смотрю на это и душа радуется. Даже несмотря на то, что Макс сейчас не в локомотиве. Желаю, чтобы у Макса было все хорошо. Как в футбольной карьере, так и в постфутбольной. Я уверен, что парень он очень умный. И наверняка себя найдет. Седьмое место. Максим Бузникин. Возможно, самое неожиданное попадание в этот топ. Потому что все остальные игроки так или иначе. Либо воспитанники Академии. Либо игроки, которые оставили очень яркий след в истории локомотива. Но Макс Бузникин это моя особая любовь. Это один из тех футболистов, благодаря которым я стал болеть за локомотив. Закручивается мяч. Не обязательно верхом. Там этих Павона Деугеров. Иди, перепрыгни. Даже при наличии Черевченко. А тут Максим Бузникин. Любят его болельщики. Не только в Москве. Но и Ласьков исполнил, конечно, здорово, да? Все очень просто. Однажды, когда я играл в футбол, кто-то из моих друзей сравнил меня с Максом Бузникиным. Кстати, примерно по той же причине я в свое время начал симпатизировать Валенси. Однажды меня кто-то сравнил с Пабло Аймаром. А Аймара в свое время своим кумиром называл даже Лионель Месси. Так что неплохое сравнение, я вам скажу. Максим Бузникин был очень ярким нападающим. С феноменальной техникой. Он мог накручивать по 3-4-5 человек на носовом платке внутри штрафной площади. Потом каким-то хитроумным способом извернуться и нанести решающий удар. Он забивал в Лиге Чемпионов важнейшие мячи за Локомотив. У него, по-моему, 4 в итоге набралось. Хотя играл он не так уж и много. Буквально что-то 2-3 года за Локомотив. И, тем не менее, все равно мне очень полюбился. Один из самых ярких матчей, который я помню, это победа над Спартаком со счетом 5-2. 5 мячей ворот у Спартака тогда, в 2003, кажется, году, это было что-то из ряда вон выходящее. И главным творцом той победы был именно Максим Бузникин. Когда я узнал, что Макс Бузникин стал главой селекционерной службы Краснодара, я вообще этому не удивился. Потому что те ценности, которые пропагандирует Краснодарский клуб, это именно то, что в свое время показывал Максим Бузникин на поле. Красивый футбол, максимум дриблинга и нацеленность на атаку. Какая музыка? Я никогда не собирался свергать Филиппа Киркорова с нашего Олимпа музыкального. Это совершенно точно. Осколки дней, вдруг разбился мир, близких двух людей, снова разлучаясь. 6 место у Джейкоба Лекхета. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю ни одного человека, который бы следил за локомотивом тех времен и не любил бы Яшу. Джейкоба Лекхета стал абсолютно своим. Несмотря на то, что приехал непонятно откуда, уехал непонятно куда и когда, просто неожиданно. Появился в локомотиве, неожиданно из него исчез. Приехав из Африки, он занял место левого защитника, как будто всю жизнь играл за локомотив. Ему было неважно играть в чемпионате России против шинников или выходить в лиге чемпионов и закрывать кого-нибудь из Реала, Барселоны и других топ-клубов, с которыми нам довелось играть. Он просто выполнял работу. Чтобы понять Джейкоба Лекхета, наверное, нужно прочитать его интервью, которое он давал, по-моему, году в 2007. А заглавленное «Мы были наемными солдатами Семина». Он это так все видел и чувствовал для себя. А мы восхищались его универсальностью и способностью выполнить абсолютно любую задачу на поле. К сожалению, Джейкоба Лекхета с нами больше нету. Таинственная болезнь, про которую никто ничего не говорит, отняла у него жизнь. Но многие болельщики, даже те, кто не видели игру Лекхета вживую, а только знают о нем по нарезкам или смотрели какие-то записи матчей, все равно помнят и любят Джейкоба Лекхета. А классический снимок Джейкоба Лекхета с кубком в руках на крыше базы в Баковке навсегда останется символом тех самых легендарных побед локомотива начала века. Продолжение следует... Открываем пятерку самых моих любимых футболистов локомотива легендарным Дмитрием Ласьковым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Дмитрий Ласьков за свою карьеру побил все возможные рекорды Локомотива. Он сыграл больше всех матчей за Локомотив, он отдал больше всех голевых передач и забил больше всех мячей за всю историю нашего клуба. Он до сих пор лидирует в российской премьер-лиге по такому показателю, как гол плюс пас. У него порядка 120 забитых мячей и 155 отданных голевых передач. Просто космический показатель, который я думаю, что не скоро, если вообще кто-то когда-то побьет. Но, тем не менее, у Дмитрия Ласькова всего пятое место. Почему? Я, честно говоря, не знаю. Возможно, дело в том, что Дима всегда был очень закрытым. Очень сложно найти интервью Ласькова. По Донецку мы ехали, конечно, как наш президент ездит. По Москве летели все. Красные все пролетали. Ну и подъехали на стадион к Донецку. Не получилось там. Его машина встала к входу, вип вложу. А наши машины стали за ним, пока парковаться рядышком. Я еще говорю, что он не подождал от нас, побежал. И они выскочили из машины, начальник охраны у него, человек, с кем я вам поговорю, и он. И они только туда зашли, и мы начали выходить из машин. И программил взрыв. Спасло то, что его машина была, его машина была бронирована, и наша была бронирована. У нашей машины стекло заднее пошло в паутину. Полтуловище начальника охраны нашли там в километрах, в метрах пить, там ста что ли, в кустах вылетел. Но там взрыв был сильный. Наверняка сказывается то, что Дмитрий Ласьков это все-таки игрок чуть более старшего поколения, чем я. Мне гораздо проще симпатизировать Марату Измайлову, Денияру Белядинову и другим более молодым футболистам. Потому что, когда я начал увлекаться футболом, они были примерно моего возраста. И мне было очень легко ассоциировать себя именно с этими футболистами. Ну и, конечно, немного сказалась история ухода Ласькова из клуба с последующим возвращением. Когда Дмитрий Ласьков поссорился с Бышевцем и решил покинуть наш клуб, немножко не дотерпел Ласьков до того момента, когда Бышевца выкинули из нашего клуба. И я уверен, что следующий бы тренер вернул бы Ласькову состав. И он продолжил бы забивать важнейшие мячи, отдавать крутейшие голевые передачи. Вы этого добивались, вы это получили. Слава богу, что Ласьков все-таки вернулся благодаря Николаю Наумову. И остался теперь с локомотивом, сейчас тренирует и осуществляет ту самую связь поколений. Субтитры сделал DimaTorzok 4 место. Марат Измайлов. Информация. Хочешь попасть в Португалию этим летом? Пей Пепси и ищи приз под крышкой. Ну что, выиграл? А ты не отвлекайся. Марат мог оказаться на абсолютно любом месте этого топа. Его карьера знала как какие-то сумасшедшие взлеты, так и невиданные падения. На своем пике, и я в этом полностью уверен, Марат был игроком мирового уровня, который мог играть абсолютно в любой команде. То, с какой легкостью он расправлялся с защитниками Монако в плей-офф Лиге Чемпионов, стало классикой. Вы наверняка видели этот момент не раз. То же самое он проделывал с защитниками в чемпионате России. И пиковый Марат Измайлов это просто космос. Я уверен, что если бы было можно узнать в футболке Локомотива с какой фамилией покупали чаще всего, Марат Измайлов с огромнейшим батрюром лидировал. Никакие Сычевы, Беллидиновы, Ласьковы даже близко не стояли. Настолько был крут Марат Измайлов. С ним было очень просто себя ассоциировать. Он был простым парнем, который мог пойти к метро и расспрашивать с микрофоном у людей, знают ли они Марата Измайлова, как они относятся к новичку сборной России. Если вы не видели это видео, я очень рекомендую вам его посмотреть. И вы наверняка получите массу приятных эмоций. Именно вот простоты сейчас такого видео сделать, мне кажется, невозможно. Может быть, вам кто-то там нравится из игроков? Из игроков? Ну, мне вообще-то вот молодой вот этот Марат нравится, да. А чем он вам нравится? Ну, парень техничный такой, че. Мне очень импонирует и вообще нравится. Вообще, я к Локомотиву так благосклонно отношусь. К сожалению, травмы, настоящие или выдуманные, как подозревали врачи Локомотива и португальских команд, не дали Марату раскрыть свой потенциал на всю мощность, не дали стать ему звездой мирового уровня. А я уверен в том, что он вполне мог заиграть за клубы самого высокого уровня. Его карьера в Локомотиве постепенно пошла на спад. И Марат Измайлов, например, 2006 года уже не был так ярок. В моей памяти Марат Измайлов останется тем самым молодым пареньком, который возил всю Лигу чемпионов по несколько раз. Субтитры сделал DimaTorzok Тройку лучших открывает Владимир Маминов, человек, которого невозможно не уважать. Я прошу прощения за весь сезон болельщиков. Были и хорошие моменты, но, по крайней мере, команда очень сильно поменялась. Мы старались, все делали для болельщиков. И я откровенно прошу у них прощения, на самом деле, за все. Но и думаю, что мы все равно будем работать дальше. И все еще, у нас все хорошее впереди. 16 сезонов за Локомотив, 400 проведенных матчей. Рекорд по количеству матчей в Еврокубках. Маминов – это символ нашего клуба. Человек, который пришел из Академии и прошел всю свою карьеру в Локомотиве. Человек, которому не липла никакая грязь. Все эти 16 сезонов, ни одного скандала, хоть сколько-нибудь косвенно связанного с Владимиром Маминовым. Он должен был стать нашим гвардиолой, но, к сожалению, что-то не срослось. Хотя я очень надеюсь, что в каком-то качестве, в каком-то образе Володя Маминов еще в наш клуб вернется. Я уверен, что он может дать очень многое, как профессиональным футболистам, так и в Академии или в молодежной команде. Я уверен, что такой человек должен быть при нашем клубе. Потому что это правда человек, который символизирует наш клуб и ассоциируется с ним. Самый, наверное, яркий эпизод, который я могу вспомнить именно о игровой карьере Маминова, это матч со Спартаком. Кто бы мог подумать. 2007 год, Бышевец и та игра, которая завершилась со счетом 4-3 в нашу пользу. Наверняка вы все ее помните. Я знаю то, что для многих это было одно из самых ярких впечатлений на стадионе, когда Ассотяни на 90-й минуте забил 4-й гол и принес нашей команде победу. А на 20-й минуте все было не так хорошо. И замена Бышевца вместо Рената Янбаева на поле вышел Владимир Маминов. Полностью эту игру перевернуло. Затем было 3-3. И на 90-плюс минуте именно Владимир Маминов пошел исполнять тот самый штрафной, который и завершился точным ударом Ассотяни. Именно в этом, наверное, и заключается вся суть Владимира Маминова. Абсолютная несгибаемость характера, нежелание проигрывать и биться до конца, завоевывать победу в любой ситуации. Все, это все. Долгомотив. Тут, по-моему, много слов не надо говорить. Это все. Человек, который столько поднимал клуб вместе с Валерем Николаевичем Филатовым, вот эти люди. Все, все для локомотива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Второе место у Руслана Нигматулина. Ну, Руслан, ну милый, ну дорогой, ну когда уже наша сборная будет иметь дух, командный победит? На этот вопрос нет ответа. Я уже много раз рассказывал, что именно с Нигматулина началась моя любовь к локомотиву. С самого детства я ассоциировал себя с вратарями. Я обожал Икера Кассилиса, Джан Луиджи Буфона, Петра Шмейхеля и других ярких вратарей того времени. В России таким ярким вратарем был, безусловно, Руслан Нигматуллин. Никакой Филимонов и уж тем более остальные вратари даже близко не могли сравниться с талантом и тем, как выручал свою команду Руслан Нигматуллин. 2000-й год. Локомотив и Спартак играют нулевую ничью при огромном количестве моментов у Спартака, но все абсолютно заканчиваются сейвами Нигматулина. Но на 94-й минуте судья Бутенко ставит пенальти. На мой взгляд, заслуженный пенальти, хотя у Юрия Павловича свое мнение по этому поводу. Если золотые медали отдать нужно сразу Спартаку, мы готовы их отдать. Ну так издеваться над командой, как издевался Бутенко, нельзя. К мячу подходит Андрей Тихонов. Наверное, главная звезда российского футбола того времени. Разбегается, но Нигматуллин тащит пенальти из правого угла и приносит Локомотиву ничью. Это, наверное, тот момент, после которого я понял то, что я болею за Локомотив. Я очень рад тому, что Нигматуллин потащил пенальти, и я очень рад за Локомотив, за то, что они отстояли эту ничью. Так, наверное, я и пришел к той мысли, что я болею за Локомотив. Сначала я, конечно, был персональным болельщиком Нигматулина, но эта любовь распространилась уже на весь клуб. И когда в 2001-2002 году Нигматуллин покинул Локомотив, уехал покорять Италию, я все равно остался с Локомотивом и уже переживал за эту команду и радовался ее чемпионствам. По итогам этого матча Спортэкспресс поставил Руслану Нигматулину оценку 9,5 баллов из 10. Виктор Гусев сказал, что это третий раз, когда Спортэкспресс ставит столь высокую оценку за всю историю существования газеты. Но вскоре Руслан выбьет десятку за матч с Тиролем. Один из самых важных матчей в истории Локомотива, который завершился тем, что наша команда впервые попала в групповой этап Лиги Чемпионов, а главным героем той встречи стал именно Руслан Нигматуллин. Я уверен, что вы все видели нарезку того матча, ну а если не видели, то бегом смотреть. Это история, которую обязательно нужно знать. Несмотря на всю неоднозначность последующей карьеры Нигматулина, я все равно люблю этого футболиста. Я очень радовался, когда Нигматуллин, например, играл за Локомотив 2. Я помню свои эмоции, когда на одном из детских матчей Локомотива команды 2000 года рождения я работал в Федерации футбола и пришел пофотографировать матч и увидел просто стоящего рядом с ограждением Руслана, который болел за своего сына, стоявшего в воротах тогда Локомотива. И встреча с кумиром детства это, наверное, одни из самых ярких моих эмоций. Поэтому, несмотря ни на что, в моем топе Руслан Нигматуллин это номер 2 и я всегда останусь ценителем его вратарского таланта. Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин Я очень долго думал, кого бы поставить на первое место, чтобы никого не обидеть и при этом это было заслужено. Любимых игроков в Локомотиве у меня все-таки довольно много. После всех этих размышлений я пришел к выводу, что топ-1 на сегодняшний момент для меня это Алексей Миранчук и на то у меня довольно много причин. Представь, ты Миранчук. Тебе всего 20, а ты уже лучший. Первая причина это то, что я действительно восхищаюсь игрой Алексея Миранчука. Практически каждый. Да, у него бывают неудачные игры, но в большинстве своем даже в неудачных играх я нахожу чем восхищаться. Его решениями, его техникой, его умом, то, как он открывается, то, как он работает с мячом. Это просто какой-то запредельный уровень для российского футбола. Во-вторых, с Алексеем Миранчуком связаны все глобальные победы Локомотива последнего времени. Три кубка, золотые медали, суперкубок, то, как он уложил на лопатки сильнейший зенит в суперкубке, но как можно этим не восхищаться? Как можно после вот этих двух мячей не любить Алексея Миранчука? Ну и в-третьих, вся футбольная карьера Алексея Миранчука прошла на моих глазах. Я помню, как он переходил из Спартака в Локомотив. Это был 2010 год, и я тогда много ходил на команду 95-го года рождения. Мне очень нравились эти ребята. Не буду говорить, что вот я с первого взгляда опознал в Алексея Миранчуке будущую звезду. Нет, это было не так. В той команде было очень много ярких ребят. Аршак Корян, Виталий Лыстцов, Александр Ломакин, Денис Барышников, Мирослав Лобанцев. Всех перечислять особого смысла нет. Вот недавно Андуа Гаел играл за Анджи, а теперь я обнаружил его в высшем швейцарском чемпионате, и буквально на днях он забил довольно породистый гол. Это тоже продукт нашей академии команды 95-го года рождения. В той команде были и два близнеца Миранчука. Я и сейчас их с трудом друг от друга отличаю, а уж тогда для меня это в принципе был один футболист, который раздвоился. Но они показывали футбол очень высокого уровня, были такими худющими шпалами, немножко несуразными, некоординированными, но было видно то, что мышление у них на очень высоком уровне. И я следил вплоть до самого выпуска этой команды, затем в молодежной команде, очень радовался их успехам. Ну а когда Бивич позвал Алексея Миранчука в основу, я очень сильно этому радовался. Через несколько матчей он забил свой первый гол и затем уже стал основным футболистом локомотива на долгие годы. Сейчас у Алексея Миранчука два пути, как мне видится. Либо стать, как Владимир Маминов, легендой клуба, провести всю карьеру в локомотиве, побить все возможные рекорды и стать любимцем болельщиков на все времена. Либо уехать, как Деньяр Белередина в свое время, куда-нибудь в иностранный чемпионат, в клуб, возможно, в средней руке, может быть, кто-то из грандов им заинтересуется и прославлять имя локомотива уже за рубежом. В другие варианты лично мне верить не хочется. Я надеюсь, то, что мне не придется переписывать этот топ и что Алексей Миранчук меня не разочарует. На данный момент Леша это мой любимый футболист. Субтитры подогнал «Симон» Симон» ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok